Ну что, перепачкаю холст. Кисть была в чем-то другом, но в данном случае смочить холст розовым цветом нечего страшного. Ну не мыть же кисть каждый раз. Сейчас оно все перекроется другими цветами. Стул подло стал скрипеть. Итак, розовый, охра и черная. Кошечка будет практически в натуральную величину. Серебристость придаст черный в первую очередь, черный с розовым. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... там более вытянутый формат меня 50 на 70 мне кажется будет нормально так вот 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 Продолжение следует... Ну и фигуры, конечно, сразу. Сразу даже становится понятно, какая должна быть тональность светлых пятен и где не переборщить с темностью. Вот взял кисть, а она шатается у нее. Вот это вот место. Шатается. Такой кистью я работать не люблю и вам не советую. Нет чувствительности кончика, наконечника кисти. Вот изолента сделала ее прочной. Вот это место я оставил почти нетронутым. Для чего? Для того, чтобы облокачиваться и работать с мордочкой животного. Самое светлое место в картине не здесь, а именно здесь. Как акцентное место, главное место композиции и, как следствие, требующее большей напряженности контрастов, чем периферийные места. А здесь контраст холодного цвета шерсти и тепленького охристого задника. То есть не за счет тонального, а за счет цвета, контраста цвета, а не за счет контраста тона. Произошла. Это разница. Усик раз. Усик два. Кисть хоть и как бы плоская, но профиль она совсем тонкая. Фаз она пошире. Для многих задач удобно. Я думаю, понятно теперь, почему стоило отложить на просыхание работу для выполнения этой задачки. Ребром растопыренные кисти. Произошла. Продолжение следует... Они как просто большие, большие домашние кошки. Вот так они себя проявляют. И ласковые очень. Ну не знаю, в общем, хотим очень. Там трудности с оформлением. Ну а вы сможете увидеть этот урок. Познакомиться еще раз с шерстью. Когда мы волка рисовали, у нас была шерсть. Ну, познакомиться с такой пятнистой шерстью. У волка более однородная. Немножко трудоемкая задача, но больше по времени. Не по трудности исполнительской, А больше по самому времени, которое необходимо для выписывания этих шерстиночек. Других серьезных сложностей здесь нет. Поэтому, получив секрет исполнения, ну или увидев этот секрет, вы, я думаю, тоже будете справляться с подобного рода зверюшками. Так, ну все, наверное. Знакомьтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!